Привет всем! Почему только на Востоке едят палочками? А действительно, почему везде едят велками и ножами, а всего в некоторых странах Востока – палочками? Откуда это пошло и каковы причины? Пара палочек определенного размера считается общепринятым столовым прибором в восточно-азиатских странах – Японии, Китае, Корее и другие. Здесь принимают пищу исключительно палочками. В Таиланде палочки используют только во время употребления супов и лапши. Это связано с тем, что в этой стране в 19 веке король Рамы V ввел приборы европейского типа. Чаще всего для изготовления используют такие материалы, как дерево, пластик, кость, металл. Палочки имеют круглую форму, а квадратное основание позволяет спокойно положить их на стол и не бояться, что приборы скатятся с него. Стандартная длина палочек составляет 25 сантиметров. Что касается кухонных палочек, которые используют для приготовления пищи, их, как правило, изготавливают из бамбука, а длина – около 37 сантиметров. Интересно, около 30 процентов населения в Китае используют во время приема пищи палочки, еще 30 процентов обычные столовые приборы, а оставшееся количество предпочитают есть просто руками. Где впервые появились палочки для еды? Изначально палочки появились в Китае. К слову, там они носят название Куэйцэ. Приблизительное время возникновения, 3000 лет назад, во время существования раннего царства Шан. Об этом свидетельствуют различные археологические находки. Конечно, невозможно точно узнать, кто именно придумал палочки и внедрил их в повседневную жизнь. Однако существует легенда, что эта идея принадлежит китайскому мифологическому персонажу по имени Юй Великий. Считается, что однажды он хотел вынуть из кипящего котла мясо. Чтобы не обжечься, Юй взял две обыкновенные веточки и использовал их с этой целью. Японцы позаимствовали палочки у китайцев достаточно давно, примерно в 300 году нашей эры. Сперва это были своего рода бамбуковые щипцы, которые позже превратились в раздельные палочки современного типа. Простой народ ел руками, тогда как такие пилочки использовались лишь представителями высшей знати. В японском языке палочки имеют другое название – хаси. Для местных жителей их использование превратилось в настоящую культуру. Дети в Японии с малых лет обладевают искусством владения палочками. Считается, что они развивают мелкую моторику, а заодно и умственные способности. У каждого японца должна быть индивидуальная пара палочек, которые не принято передавать кому-то другому. Они также считаются священным символом, поскольку, по убеждению японцев, приносят удачу и долголетие. Часто используются в качестве ценного подарка – на свадьбу, день с рождения ребенка. Существуют специальные виды палочек, которыми пользуются во время чайной церемонии, на Новый год, при употреблении сладостей и т.п. Причины использования палочек. Применение палочек для еды в странах Восточной Азии связано с несколькими причинами, как философскими, так и практичными. С философской точки зрения на отношение китайцев к палочкам существенно повлиял знаменитый мыслитель Конфуций. Согласно его убеждениям, это не просто столовые приборы, а отношение к жизни, мировоззрение человека. Философ считал, что нож и вилка – это символы войны, агрессии, жадности. Это касается любых острых предметов, которые многие китайцы ассоциируют с оружием. Такие вещи не должны находиться рядом с едой, поскольку пища для этого народа священна. В современном Китае многие хоть и пользуются обыкновенными приборами, но во время праздников, семейных встреч всегда берут палочки. Что касается практичности палочек, то стоит обратить внимание на виды пищи, которые распространены в восточно-азиатских странах. Здесь любят рис, овощи, грибы, мясо, однако все блюда подаются с тщательно измельченными ингредиентами. Есть их палочками достаточно удобно, особенно рис, его готовят не таким рассыпчатым. Если брать этот гарнир при помощи ложки, он может быстро превратиться в неаппетитную кашицу. Удивительно, но даже жидкие блюда, вроде супов, тоже едят при помощи палочек. Обычно сперва выбирают крупные ингредиенты, а бульон выпивают прямо из пиалы. В Китае, как и в других близлежащих странах, не принято торопиться во время принятия пищи. Этот процесс — не просто физическая необходимость, а настоящий ритуал. К тому же, в нем есть и настоящая практическая польза. Известно, что чувство насыщения организма появляется спустя 15-20 минут после завершения трапезы. За это время можно успеть съесть лишнюю порцию. Китайцы же своевременно заканчивают прием пищи, и неторопливость — считается одной из причин стройности мужчин и женщин этой национальности. Интересный факт — использование палочек во время еды должно происходить в соответствии с правилами этикета, которые могут меняться в зависимости от страны. Например, в Китае нельзя накалывать на палочки еду, стучать ими, трясти в воздухе. Также запрещается перебирать кусочки пищи в тарелке. Традиционно берут еду сверху. Также палочками берется как раз то количество пищи, которой можно неспешно и тщательно проживать, это полезно для пищеварения. Еще одна причина — точечный массаж рук, который получает человек, используя палочки. Подписывайтесь на канал и ставьте лук сверх. До новых встреч, мои хорошие! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok